Друзья, всем привет! Вы на канале Полинчик, и сегодня мы с вами читаем Колледж волшебства, власть памяти, вторую часть идеологии Ирины Эльба. Мне уже не терпится её начать читать. Это у нас вторая часть этой идеологии, и по совместительству последняя книга моих планов, моих книжных планов на оставшееся лето. Я прочитала абсолютно все книги, которые я хотела успеть дочитать до конца лета, и вот эта последняя. Также сегодня я пойду в книжный магазин, где куплю новые книжки. Так что сегодня у нас ещё и книжные покупочки с вами. Это просто шикарно! Ну всё, давайте до похода в книжный я начну читать эту книгу, и потом вместе с вами отправлюсь в моё любимое место. Ну всё, давайте! Раз, два, три, погнали! Так, перед прочтением давайте рассмотрим эту книгу получше. Вот она у нас какая красивая! Вот главная героиня. Так, и наобороте вот тоже такая красота. И аннотация. Это, если что, издательство Феникс. Поэтому, кто коллекционирует такое издательство, то вот приобретайте вместе с первой частью. Итак, вот у нас такой красивый форзац. Всё так красиво выглядит. Так, вот у нас тут даже какой-то персонаж новый появится. Не знаю, злодей или положительный персонаж. Так, ну и вот сведения о книге, тоже аннотации. Вот тоже 316 страниц. Иногда главный злодей истории ты сам. О, интересно. Так, первая часть. Тут у нас даже по частям распределено. И вот первая глава. Тут даже стихотворение какое-то предисловие, наверное. Ну и там где-то вторая часть. Да, вот она там была. Ну всё. Я начинаю читать эту прелесть. Я всё, я больше не могу. Всё, я начинаю, друзья. Итак, я в своём любимом месте. Сейчас буду выбирать книги, которые хочу купить. Вот одна из издательств классики. Сегодня целый день скидки на все издательства. Вот я сейчас выбираю, какую я хочу. Я хочу купить портрет Дриана Грея. Но я что-то тут его не наблюдаю. Эксклюзивная классика. Вот ещё одно моё любимое издательство. Но я что-то здесь не вижу портрет Дриана Грея. А жаль. Посмотрите, друзья, книги о Великой Отечественной войне. Я просто обожаю такие книги. Вы только на это посмотрите. Нам было только по 20 лет. Стихи поэтов, павших на Великой Отечественной войне. Я просто обожаю стихотворения и тематику Великой Отечественной войны. Всё, я пока её беру. Идём искать дальше. Ещё одно безумно красивое издательство. Миф. Но, к сожалению, я его не собираю. Собираю только вот в этом издательстве. Мой любимый молодёжный автор Ася Лавринович. У меня есть две её книги. Косточка с вишней. И планы на лето. Так, друзья, я вот нашла книгу, которую я хотела прочитать. Портрет Далиана Грея. Но она в мягкой обложке. А я это не очень люблю. И не такого издательства, которое я собираю. Я собираю вот такое вот издательство. И ещё вот то. Вот. Всемирная литература. Но такого издательства, к сожалению, нет. Ну, ладно. Итак, друзья, ну вот моя книжная добыча. Книги издательства «Школьное чтение», которые я собираю. Итак, первое. Ксения Драгунская. Рыжая пьеса. Другие пьесы и рассказы. Ксения Драгунская. Это российский драматург и прозаик. И дочь классика детской литературы Виктора Юзефовича Драгунского. Я была в детстве знакома с этим автором. И читала его произведение. А это книга его дочери. И причём она не детская, как может показаться. 16+, для старшего школьного возраста. То есть она такая подростковая. Значит, тут какая-то любовная линия должна быть. Вот. Это мне очень нравится. А шрифт здесь. О, шрифт тут ничего. Такой нормальненький. Надеюсь, быстро прочитается. И вон какая она тоненькая. И даже глянцевая. Первая такая книга на этого издательства. Такая глянцевая, приятная. Так. Ну и вот такая вот книга. Нам было только по 20 лет. Стихи поэтов, павших на Великой Отечественной войне. Я просто обожаю тематику Великой Отечественной войны. И эта книга просто... Просто, мне кажется, идеальная для меня. Тут столько стихов. А я просто обожаю стихи. Это просто... Для меня это просто идеальная находка. Это просто супер. У меня есть также в этом издательстве стихи Пушкина. Так что вот. Я большой поклонник. Также я купила вот такие вот стикеры. Сейчас я хочу пробежаться по этой книге. Прочитать некоторые стихи. А потом вернуться к марафону. Потому что я как любитель стихов. Я просто не могу сейчас отложить эту книгу. Тем более еще моя любимая тематика. Великой Отечественной войны. Вот. Так что я прямо сейчас прочитаю несколько стихов. Расскажу вам свои впечатления. И потом мы с вами продолжим марафон. Итак, друзья. Я уже дома. Вернулась от бабушки. И я дочитала первую часть. Сейчас я на второй части. Ну что хочу сказать. Прочитала я 8 глав первой части. Сейчас осталось 10 глав во второй части. И эта книга будет завершена. Думаю, что успею прочитать до конца дня. Также я прочитала сборник стихотворений о Великой Отечественной войне. И мне так он понравился. Некоторые стихотворения вообще тронулись за душу. Вот посмотрите. Я пометила стикерами некоторые стихотворения. Для меня эта книга просто вот вообще что-то с чем-то. Ну ладно. Я сейчас буду обедать. И дочитывать. Вот. Итак, друзья. День у нас уже близится к вечеру. Я вот посмотрите запрела себе косички. Решила, так сказать, себе сделать другую причесочку. Ну и что? Я дочитала, дочитала вторую часть диалоги Ирины Эльба. Колледж шоуства, власть памяти. Вот посмотрите. Все стикерами выделяло. Очень много интересных моментов. Я в основном выделяла сюжетную линию, характеристики персонажей. Ну, цвета значения не имеют. Я просто по своему вкусу, по стилю книги использовала цвета. Ну что ж. Я в дичайшем восторге от этой истории. От этой книги, от двух частей, вообще просто у меня нет слов, что можно добавить. Самая главная героиня мне понравилась. Вокруг нее очень много сюжетных поворотов. Ну и в основном книга читается очень быстро. Так что за один день мы с вами смогли прочитать. Ну, за два дня у нас двойной марафон. Вчера мы с вами читали вот эту первую часть. И сегодня дочитали вторую часть. Ну что ж. Я вам советую, ребят. Если вы любите атмосферу магии, волшебного мира, противостояния добра и зла, то вот эта диалогия идеальна для вас. Тут есть все, что мне нравится и, возможно, нравится кому-то из вас. Магия, добро и зло, противостояние добра и зла, предательство, дружба. И вообще, я это все обожаю. И вот эта история просто ово. Ставлю 10 из 10 этим двум книжкам. Яркие обложки и еще внутри иллюстрации, но они черно-белые, к сожалению. Ну что ж. Наш марафон. 24 часа чтения этой диалогии подошел к концу. Спасибо вам большое, что были со мной. Надеюсь, вам понравился этот марафон. Эти прекрасные книжки завершают мои книжные планы на лето. Я прочитала все книги, которые я запланировала этим летом. Также я читала из списка литературы в марафоне недели чтения классики. Так что все, что я на лето запланировала, все у меня прочитано. И я безумно довольна. Ну что ж. А на этом все. Спасибо вам большое за просмотр, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех вас очень сильно люблю и обожаю. Пока-пока. До встречи в новых роликах. До встречи в новых роликах.